Всем привет! Сейчас мы распакуем вот такую новую нашу покупку. Это вафельница маэстро. Тут написано сэндвич мейкер. Там сэндвичи. Сейчас с вами откроем, посмотрим, что там внутри. Запакована в такую картонную коробку. Открывать удобно? Удобно. Вот такой внешний вид. Куся бежит помогать. Внутри ничего больше тут нет, кроме инструкции. Да, никаких там запчастей, да, я смотрю, больше не приложено. Все, ну, как бы, цельное, да? Ну, тут какой-то гарантийный талон. Да, гарантийный талон и сама инструкция. Ну, я на разных языках. Русский, украинский, английский, немецкий. Польский еще. Да, и давай посмотрим саму вафельница. У нас такой провод. Интересно, насколько длинный или не длинный. Да. Посмотрим. Вот так вот выглядит сборка. Тут ручка. Ну, не очень длинная, так, ну, еще метр. Угу. Давай покажу с разных сторон. Вот тут такая подставочка, этикетка. Ножки. Ну, открывай теперь. Интересно, как она внутри выглядит. Ну, что так вот. Вот. Для бельгийских вафель мы уже смотрели немножко рецепта, как их делать. Вот. Вот так она выглядит внутри. Никаких насадок больше нет для, там, треугольных или для чего-то. Похоже, покрытие такое. Похоже на перегарное. Вот он. Не знаю. Почитаем. И обязательно что-нибудь с печем и вам покажем. Ты не понимаешь. Вот. Смазали мы, как согласно инструкции, поверхности внутри нагревательные подсолнечным маслом. Написано, что надо 10 минут, чтобы оно так постояло. Потом отключить от сети и дать остыть с открытой крышкой. Потом мы протрем влажной чистой тканью. И уже он готов к использованию. И первые порции не рекомендуется употреблять в пищу. И также здесь, в этой инструкции, есть еще три, походу, да, три рецепта. Вот такие. Будем что-то пробовать делать. Вот. Стоит, так нагревается наша вафельница уже 5 минут. И как согласно инструкции, правильно там написано, что может появиться какой-то специфический запах. И это нормально. Он, правда, появился, но не горел ему какой-то, как паленый то ли бумаги, то ли какого-то материала. Но тут написано, что вот, это нормально, ничего страшного нет. Это со временем уйдет запах. Вот. Мы открыли. Немножко такой пар пошел слегка один раз. Теперь надо открыть, дать постоять с открытой крышкой и остудить. Потом протереть тряпочкой. Вот мы будем с вами готовить бельгийские вафли. Для этого нужно растопить 200 грамм сливочного масла. Растапливаем масло, но не до кипячения. Добавляем теперь 3 яйца. Перемешиваем. Добавляем чуть больше полстакана сахара. Перемешиваем. Щепотку ванилина, потом стакан молока. Добавляем 1 стакан муки. Чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Вот такое тесто получилось, где-то как на оладьи. И сейчас будем выпекать в нашей вафельнице. Вот первая порция печется уже. Загорелся сразу красный индикатор, когда мы включили в розетку. А когда нагрелся, то загорелся и зеленый. Периодически то включается, то выключается. Это так надо, согласно инструкции. Вот сейчас выключился. И первую порцию мы готовим. Написано 6-8 минут держать. Вот так они выглядят. Я не знаю, может быть, через 5 минут закрываем пока. Может быть, маловато теста. Но это мы еще проверим потом, как должно быть. Это первые только наши вафли. Вот, прошло 10 или 15 минут. И мы перевернули их опять. Наверное, снова мало теста. Теста, наверное, целый там Аполлонник, да? Класть, персушечки. Вот такие у нас получились вторая уже порция. А вот третью, наверное, все-таки еще больше положим в тесто. Потому что все равно дырочки тут есть. Сейчас попробовать, когда остынут. Вот почему-то с одной стороны тут больше печет, тут меньше. Тут меньше. И не знаю, с чем это связано. Вот наши вафельки. Вот можно посыпать сахарной пудрой. Довольно вкусно получилось. Так что приятного вам аппетита. Вот как внутри выглядят эти вафли. Или если разрезать так. Или мы его треугольничками разрезаем. Умываем, не едим.